Государственное образование, любое, это новация относительно развития человечества, потому что понимаем мы с вами следующее. История, вообще говоря, имеет свои значительные значения функциональные, о чем можно было бы, конечно, в школе написать, но пока мы до этого не дошли. Прежде всего, то, что вы должны себе представлять, и что обычно не озвучивается, как будто это понятно, выясняется потом среди студентов не очень. Существует ограничение по восприятию. Когда-то этот вопрос подробно разбирался в области научной фантастики и создания искусственного интеллекта, то есть о чем это я сейчас объясняю. Если мы изучаем нечто, обладающее разумом, неважно каким, искусственным или натуральным, которое отличается от человека принципиально, то есть от нас с вами, изучение именуемо строиться по двум направлениям. Либо мы делаем это нечто похожим на себя, либо мы перестаем его рассматривать вообщем, как самостоятельно мыслящий объект, и рассматриваем его как объект немыслящий. Так вот, в истории тоже есть ограничения. Фактически, исторические исследования могут вестись только если мы имеем дело с Homo sapiens sapiens, то есть объясняющим, что такое. Все человечество современное состоит из одного биологического алюда. Но я надеюсь, что некоторые из вас об этом уже слышали из меня. Поскольку мы придерживаемся и прописка классификации, то, ну и, ну теперь традиционно называются западные классификации, то используется латинская система, вот называемая все это. Конечно, тут ему надо было бы сначала прочитать кое-что из первообутной истории, чтобы не себе представляли, о чем тут речь, но тут мы решили в то время, что первообутную историю мы читать вместе не будем. Начинаем сразу с востока, поэтому должен вам сказать, что вот эта латинская классификация указывает на биологическую и ненавидженную систему общей классификации живых организмов, ну и не только живых, как вы знаете, в принципе. Там и дальше есть продолжение, ну начало, которое было положено, как они доказали в мире. Так вот Homo sapiens sapiens – это единственный биологический вид разумного человека, который существует сегодня. Кроме того, как теперь уже известно, существовали и другие в свое время людей разумных, но они в истории существовали раньше, типа, в основе своей идеи. Ушли в небытие еще до того, как человек разумный приобрел сколько-нибудь значительное влияние на пространство вот этой самой планеты. Но тем не менее, значит, вот это Homo sapiens там дальше имеет продолжение. Туда же, туда относятся, например, необерталец и Денис. Но есть еще и другие разные виды. Раньше, когда-то считалось, что существует линейная зависимость в развитии, то есть каждый следующий вид человека является продолжением предыдущего, или развитие революционным, еще каким-то там, неважно. Теперь так не считается. Поэтому скажем следующее, что все, что касается исторического развития, сколько-нибудь существовало, мы можем разбирать, то есть доказать только при условии, что речь где-то в одной биологическом виде, где-то в таком, как мы с вами. Все остальное будет либо подгоняться под нас, либо мы вообще это не будем рассматривать как самостоятельный субъект действия, будем рассматривать как предмет или животное, в лучшем случае. Другого механизма пока нет. У истории, когда для лечения принято по умолчанию. Если это человек, то воспринимается он так, как человек современного вида. И даже если историк с какого-то там собственного этажа развития решается заниматься, например, неандертальцами, там, где это получается вообще хоть как-то изучать, то неминуемо рассматриваются только элементы, которые являются схожими или условно-аналогичными с теми, которые известны по человеку современного вида. Так вот, это я все к тому, что история, которую мы называем историей, связана только с одним биологическим видом, с его эволюцией. Да даже в его эволюции государственное состояние составляет очень коротко провожу такое время, в сравнении с тем, что было бы туго. Сапиенс, сапиенс, человек современного вида, существует по крайней мере 120 тысяч лет. Ну, правда, значительную часть от этого периода он прожил в Москве. В остальные части света распространился попозже. Но тем не менее, вот за 120 тысяч лет своего существования государственная стадия известна только последние пять, ну там, пусть даже шесть, там. Закрыл глаза можно сказать, что возможно семь, если принимать его внимание на бывшей тенденции того, что рассматривается в качестве юридических обществ. Все предыдущее, связанное с сапиенс, сапиенс, это родовые общества. Человек современного вида не жил первообменным стадом, но во всяком случае у нас нет для этого никаких оснований. Это гипотетическая штука была выведена из эмуниционной теории, связывающая человека, например, с обезьяной. Которая, кстати сказать, тоже имеет свои особенности развития биологические, отличные от того, что представлялось, когда появилась вот эта идея теория. Для сильно интересующихся можно посмотреть, что такое парад, так поймете, то есть в чем разница. Тем, что раньше написали, тем, что в общем сейчас представляется эмуниология. Так вот, родовое общество, это считайте, 120 минус 5, ну пусть минус 6 до государственной стадии. Поэтому представлять себе, что государство возникает, как будто случился ядерный дыр, а потом на этом месте все возникло с нуля, неправильно. Так не было никогда. Родовые общества никуда не делись, они остались. Остались и в египте, и везде. Но государство в разных частях света, в зависимости от природных условий, там много чего еще, составы населения надстраиваются над родовыми структурами. И, как правило, возникают судьи с территорией, которые оказываются под контролем. То есть принципиальная разница заключается в том, что родовая организация не обязательно, как правило, предуполагает жесткую связь с территорией, если только речь идет к каких-то особенностях хозяйства. Скажем, ясное дело, что первые земледельцы, которые существовали в Европе, в мире появляются, там, в девятом или восьмом тысячелетии до нашей веры, скажем. Они, понятное дело, были связаны с территориями, но эти территории в том числе зависят от климатических особенностей. То есть это значит, что изменение климата приводит к изменению проживания тех, которые занимаются хозяйством. Скажем, а если пересох, то земледельцы ушли. Или, наоборот, появился где-то ключ из неплодородной земли, постепенно формируется какой-то новый биоцинус, к которому привязываются животные, а занимаются люди. Так вот, родовые общества в известной степени способны к перемещению, потому что их внутренняя структура не связана с производством намертого. Государство, когда оно возникает, такого себе позволить не может, потому что государство, это проживающая территория. Поэтому существует много разных сложностей в объяснении того, что такое государство, когда оно возникает, как оно обнаружено, как оно там, пощупать, посмотреть, есть государство или нет, какие у него есть признаки. Вот один из важных признаков – это как раз фиксированная территория. У государства должна быть фиксированная территория. И отличие государственного образования от родового как раз и заключается в том, что этот аппарат контролирует территорию. И любой человек, попадающий на территорию, оказывается под контролем, под властью того, кто эту территорию контролирует. В родовых обществах такого нет, потому что родовое общество само по себе не обязательно предполагает территорию, то он четко предполагает отношения на свой – чужой. То есть, либо он, некто, принадлежит к родовой структуре, либо не принадлежит. Если не принадлежит, значит чужой. У государства чужой может считаться тот, кто не живет на этой территории, пришлым, на территорию со стороны. Но здесь мы должны иметь в виду, что государство технически рассматривает, всегда рассматривает человека, отопавшего на территории его влияния, как объект воздействия независимо от того, он там свой по происхождению родового или чужого. Другой вопрос, что здесь мы имеем классический пример того, как между собой связано родовое общество и государственное образование. Отношения внутри государства к человеку, попадающему под его власть, отличаются в зависимости от того, какое родовое происхождение. Здесь я, конечно, по-хорошему должен был вам объяснить еще кое-что, прежде чем дальше разбираться непосредственно с Египтом, что в третий год всякие разные проговаривающиеся стороны, подчиняющие рту, которые, в общем, определяют саму структуру государства. Если государство возникает как договор между отдельными родовыми структурами, которые не имеют явного, скажем, политического перевеса, то существует некий компромисс, когда торговые элементы из одного общества и торговые элементы из другого общества воспринимаются, и над ними настраивается еще некий общий элемент. Ну, только круги, если вы помните, технически существуют, все эти стадии это священо, потому что если круги одинаковые, то государство, то есть общим является элементом пересечения. Но этого недостаточно. Есть еще нечто, что вы расстраиваете сверху родовыми структурами. Прежде всего, это, кстати, отношения к центральной власти, которые необязательно являются, происходящие из одного из родовых объединений. Чаще всего это происходит, то есть власть действительно является родовой, при условии, что в отношении вступили неравные склады. А если равные, то существует компромисс, в котором возможно и пропорциональное представительство, то есть часть оттуда, часть оттуда, а возможность привлечение кого-то со стороны. Что, кстати, становится совсем небольшая редкость, правда для Египта не характерна, потому что Египта заведует. Но будут такие случаи в Египте, когда в случае невозможности установления господства одним из племенных союзов, вы, наверное, заметили, что, несмотря на длительность истории Египта, фараоны правили несколько менее, чем длилась в истории Египта. Это по причине того, что существовал развал. Есть периоды, когда центральной власти нет. Ломинально она куда-то числится, то есть где-то за кем-то закреплено, но фактически контроля нет никакого. Вот тогда существует борьба между разными объединениями, в том числе и племенные объединениями. В этом случае, если племенные объединения не могут добиться перевеса друг над другом, возникает компромисс в виде приглашения со стороны правительства, кое-равне удалены оказываются, каждого родового объединения. Не знаю, сколько я понятно говорю, если непонятно, спрашиваю. Значит, вот теперь смотрите, что делать нельзя. У них есть один фактор, который невозможно игнорировать, что вы не делаете. Это не ум, который сам по себе большой, и в одиночку справиться с разливом Нила ни одно примирное объединение не может. Одно дело, когда мы живем на острове, ну, то есть когда вот там болото, и уровень этого, так сказать, болота меняется во время разлива Нила, то есть их территория обитания сокращается и расширяется. Другое дело, когда Нила более-менее усыхает, то есть берега становятся полупустынными, или хотя бы степлены. Тогда между округами, не существует водяного барьера постоянного. Но, так или иначе, справиться с разливом Нила в одиночку невозможно века большая. Поэтому есть, так называют, специальный интегрирующий фактор, который объединяет их и привязывает к этой самой территории, и разливается Нила. Как и во всех остальных случаях, египтяне полностью, в том числе и в государственных образованиях, от которых зависит. Чем больше народу объединяет свои усилия в противодействии разливам Нила, или в разумном его использовании, тем более эффективным оказывается египетское хозяйство. Ничего там удивительного нет. И помню еще одну вещь, которую я говорил в прошлый раз, но я все-таки повторю поскольку слышал только один человек. Сельскохозяйственный год Египта, что тоже определяет совместными особенностями, короткий, он может насчитывать от 6 до 8 месяцев, во-первых, 5 сезона, это зависит от климатического состояния, климатической фазы, и других разных особенностей. Когда нужно заниматься сельском хозяйстве? Все остальное время в Египте сельском хозяйством заниматься нельзя, не имеет никакого смысла. Ничего не получится. Летом в Европе сейчас развивается Нил, за пределами Нила я напомню вам, почвы нет. В Египте вообще, начиная с 3-го тащения, почвы собственной как таковой нет. Есть только то, что наносит Нил. Вот нанес, вода ушла, можно сеять, будет расти. Все остальное – это каменистая пустыня. И сколько ее не поливаю, ничего там не вырастет. Не говоря уже о том, что он уходит далеко. Значит, вот эти нильские наносы, распашка, и прекращается все это дело, когда начинает быть ветер из пустыни Сахар, с той стороны, которая выглядит так, как это песчаная, зачастую песчаная буря. Я прошлый раз вам не сказал. К этому ветру пятидесяти, арабское название Хамсин, есть еще одно слово, которое указывает в крайней стадии. Это называется Санум, песчаная буря по-арабски. Вот этот самый Санум – это стихийное бедствие. Вот когда он дует, ничего не видно. Сплошной желтый туман стоит. И защититься от него нельзя. Этот мелкий песок проникает всю углу, и засыпает все. Ветер сильный. Что такое песчаный? Я думаю, если вы будете представить. Вдруг накапывается. Пелена – сплошная желтая. И она ничего не живет. И везде песок. Так вот, когда начинается это удовольствие под названием ветер Сахара, оно начинается в феврале месяце, и ждет пятьдесят дней. Почему и называется Хамсин пятьдесят? Вот в это время уже тоже работу вести бесполезно, потому что песком все заносит. Ну, представляете себе, что это мелкий песок, который ничем не остановит. Кроме того, он же абразивный, как вы представляете себе, то есть он стирает все, что можно стереть. Ну, а после того, как песок ветер заканчивает дудность, то есть это уже конец апреля, скажем, или апрель месяц, а температура потихонечку подползает на отметке тридцать, а потом и сорок градусов. А на Солнце таки больше, а тени в Египте нет. Поэтому эти методические работы, после того, как поле было полностью забуто, то есть сначала вынуто вот этот вот неиспользованный, даже если он остался на нос, а потом еще его не подсушило сверху Солнце, то есть в гляночках трескаться, вот эти остатки на носах, которые использовались в качестве плагородной поверхности почвы, они начинают трескаться, то есть трещили, какие-то разломы получались, то есть это уже бесполезно, там все горит. Таким образом и получается, что, например, в сентябре, условно говоря, и февралью сельско-вязательный год есть, и там еще плюс-минус связаны с удовольствием, и в известной степени, скажем, финиковые пальмы продлевают египетский сельско-вязательный год, потому что как раз финиковая пальма – единственное растение, которое держит выступление в пустыне, оно при минимальном количестве влаги может удерживать почву от развала, то есть, по крайней мере, оно сидит там корнями и не засыхает, если при вот этих вот странных температур египетского типа, то есть, на границе пустыни. Они, кстати, и сдерживают эту эрозию. Пустыню, в известности, и так что плюс садоводство получается, где-то там они чего-то успевают делать, если только не начинается с салон, то есть, когда с салон, значит, уже ничего не делается. Поэтому полгода это у них есть, иногда, если повезет и восемь месяцев, вот, но это редко бывает, что можно заниматься какими-то бесхорестными работами, ну, из них землетелия попадают только на сентябрь, ну, скажем, на конец августа, когда начинает вода отступать низкая, наконец, с конца августа и до февраля месяца, это все землетреческое действие происходит в это время, дальше, там, чуть-чуть садоводства и все. Дальше, если жизни нет, садоводство это полный стой. Так вот, задача заключается в том, чтобы бурин разлива ванила решили две задачи. Первая, чтобы не смыло самих, и вторая, чтобы как можно больше на носа легло на поверхности и осталось. То есть, обеспечить максимальную, максимальную площадь разлива воды, возможную при этом, избежав потопа. Ну, то есть, чтобы поселение не смыло и все остальное, что с этим связано. Например, чтобы скот не поумирал. Все-таки овца там или корова не рыба, она во время потопа не выжила. Поэтому есть две задачи, которые они должны решить, и решать надо быстро. Потому что они развиваются стремительно. Это во-первых. А во-вторых, как вы себе представляете, это надо делать каждый год. Потому что после этих пятидесяти, то есть, сначала разлив, который, как вы понимаете, изменяет конфигурацию ландшафта из-за того, что сливает всякие разумы, властование в том числе человеческих деятельностях, дамы, которые построены неудачно, а потом суеты вовремя разливы, они не выполняют свою задачу. Даже как водохранилища, если они созданы неправильно. Я не говорю про маленькие каналы, которые сотрет просто вода. А второе, когда вода уйдет, начинается сначала песок, потом жара. И фактически все каналы надо разливы. Нила готовит запах, и каналы, и дамы. Так что работы там много. Делать надо быстро. Заметим, что при этом еще надо успеть заниматься собственно сельскохозяйственными работами, потому что иначе будет нечего есть. За всю свою историю ни египтяне, ни то ни бы не научился есть песок. И тем более камень. Поэтому выхода у них не было. Так вот эти полгода до сельскохозяйственной работы, это то, что у них есть объективно. Поэтому, чем больше людей централизованно ведет работу, тем быстрее и эффективнее получает результат этих работ. И египетское государство является прямым следствием вот этой вынужденной централизации. Она не просто потому, что у кого-то было очень много сил, и они заставили всех постоянно на колени силой оружия, еще чего-то, убеждения, скажем, религиозной пропагандой. Нет. Главный смысл заключался в том, что было очевидным преимуществом, которое получают люди от этой самой централизации. И вообще надо сказать, что централизованно было не только вот это вот действие по сельскохозяйственному циклу. Централизованно было многое из того, что вообще на всей своей жизни неудивительно поэтому, что египетский государственный аппарат, он начинает включать в себя те функции, которые существовали в Египте и до государственного аппарата, особенно храмовые функции. То есть храмы, оставаясь самостоятельными в Египте, в принципе, несмотря на всю централизацию, храмы обладали значительной автономией, за исключением очень небольших периодов, когда были такие египетские цари, которые решались наложить на храм руку и управлять храмами напрямую, то есть лишая их собственных привилегий. Так существовали самостоятельные храмовые хозяйства, существовали собственные храмовые хозяйственные организации и подать пользу храмов, которые храмы собирали. Так вот, среди прочего всего существовал единый астрономический расчет и, соответственно, единый календарь. Единый календарь – это тоже следствие египетской централизации, тоже хозяйственного типа. Очень удобно было использовать единый календарь, потому что он автоматически давал возможность однообразности работы по всей протяженной территории Египта. Для тех, кто не понял, он объясняет. Вот у нас есть две столицы. Фимов и Мэрис. Расстояние между ними – километров 700 примерно. Грубо. Вот представьте себе, что между двумя столицами расстояние 700 километров главная и, фактически, единственная распознает транспортный артель и сам Нил. Как бы вы не хотели, вы не успеете сообщить из ФИВ в Мэрис о том, что начинается разлив, если вы опираетесь на наблюдателя. То есть, проще говоря, вода придет раньше, чем гонец. А даже если гонец успеет каким-то чудом 900 километров пролететь, то есть сменялись на эстафете, чего, кстати сказать, в египте не установлены, но сквозные эстафеты, информационные такого типа, то все равно работа начинает будет поздно. Они просто не успеют. Поэтому единый египетский календарь – это и есть результат вот этой самой централизации сознательной, который создавался, надо сказать, с додолго до государства египетского, потому что основы на наблюдениях очевидны для любого человека современного вида во всяком случае. То есть мы должны себе представлять, что эти люди, до долгода вообще как попали в дельту, из долины Нила, все равно имели некое представление, в том числе и календарного характера. И изменения этих календарных представлений, они кардиналны, удостраиваются в зависимости от местности. Так вот, у египетян в силу вот этого, своего естественного хозяйственного расположения существовал главный существенный вопрос. Это определение начала разлива Нила. Причем начало разлива Нила в результате наблюдений. Например, река протяженная, и разлив начинается далеко от границы Египта. Еще я думаю, что вы себе представляете, что исторически у Египта есть граница южная, она называется первой порогом. Я уже говорил, кажется, в прошлый раз. Так вот, сам Египет, это между первым порогом Нила и Средиземным морем. Разлив, как вы догадываетесь, начинается не там, а начинается он в эквитериальной зоне с гор Кении и Эфиопии, всяких разных местных озер, которые переполняются в результате таяния ледников, в том числе и дождей. Дальше вы помните, что у Нила есть два русла, голубой, белый и белый. А раньше считалось, что разлив Нила был связан с подъемом воды и там, и там. Однако теперь понятно, что не совсем это так. Белый Нил разливается, это сам по себе особый такой биоцинос, он разливается, образует гигантское болото. Это гигантское болото хорошо известно в обществе многим нашим здесь обитателям нашей фауны, потому что, например, на это болото улетают все европейские аисты, ну, собственно, и азиатские в большом сумме количестве, то есть зимуют они там. Фактически получается вот что. Вот этот древний Нил, то есть превращается в какое-то гигантское болото, оно началось на территории Судана, и обеспечивает подъем воды дальше, то есть ниже потечения, в очень небольшой ступень. Кроме того, эта вода фактически уже ничего не несет, кроме биоостанков вот этих вот болотных частиц, их очень немного. А основной Никский донос образует голубой Нил. Это тот, который собирает доносы еще сголь. Вот все, что смывается там, когда сголь летят эти ледниковые воды, оно падает в голубой Нил, а потом оттуда вылетает даже до самого Судизимного моря. И вот эта штука и составляет донос гигантский. Значит, вот в этом, что это такое. То есть разлив происходит очень быстро. Вода идет в большую скорость. Конечно, египтяне ставили специальные знаки от ветра. И за эти отметки они тоже следили, в том числе и храмовые служители, и государство. А подъем реки определяется только не ногу. Понимаете, вот если его заметили, что вода поднимается, то уже тут нужно работы вести. Поздно. Все уже. Поэтому нужно было, критически нужно было определить, важно было определить где и когда начнется. То есть когда начнутся разливки, то есть и как можно раньше. Наблюдение, еще раз в этом смысле наблюдения, вот это установить нельзя. Потому что, представьте себе, что куда надо одновременно наблюдаться египтяне, понятия не умеют, где начинается. Даже не приблизительно. Считается, что самые дальние экспедиции Египта за всю историю доходили до четвертого порога, но возможно четвертый порог переходил. Некоторые даже пишут, что и пятый. Ну и гипотеза. Но это все равно еще не начало. Но даже если они доходили до Эфиопии, все равно еще надо было там, он ее территорию пройти. Я уж не говорю о том, что оттуда эти начали разлива, они все равно не как-то успели. Не с помощью чего. В результате вот этого всего действия надо четко понимать, что вот эта централизация, в том числе, аккомпулировала знания. И знания эти связаны, в том числе, с принадлежатого связи между галендарными событиями, природными явлениями. Но, что имеется в распоряжении человека, то есть вот того времени? Разумеется, в Египте ситуация почти эталонная, там чистая звездная дема. Практически метаболку, я уже говорил про пустыню, понятие туча. И сегодня, зачастую, местные жители не очень понимают, о чем вы их спрашиваете. Но когда понимают, начинают вспоминать, что те, кто был в Александре, увидели там то, что это большая серая. Не взяли, это бывает. Но вообще это не характерно для пустыню. Поэтому есть чистое звездное небо. Это чистое звездное небо имеет, как вы понимаете, два разных компонента. Один из них – это подвижный. То есть подвижная часть звездного неба – та, что меняется. Вторая – та, что не меняется. Все равно повышали. Для того, чтобы установить зависимость, нужно не два, не два, не три, не пять. Понятное дело, что на момент становления египетского государства существовали представления о смене времени, то есть о течение времени. И о том, что существует этот подвижный компонент, который в том числе и связанный с видимыми небесными светилами, прежде всего Солнцем. Но в нем, как вы понимаете, звезды не видны, поэтому наблюдение ведется как раз по точкам восхода. Это самое главное, что делает то, что определяется перендарным наблюдением. То есть где и когда восходит Солнце, в какие дни. Но самого восхождения Солнца для египтян было недостаточно, точнее предыдущий ничего. В Египте очень рано возникает наблюдение за Сириусом. Вот наблюдение за Сириусом указывает четко на то, что централизация, в том числе, шла и в области централизации знаний. Сириус – самая яркая земная полушария, надеюсь, что некоторые из вас потом знают, если не все. И она фактически не меняет свое положение, в зависимости от времени года. Единственное, что она то видна, то не видна. То есть оно, конечно, движется по звездному небу, но это не относится к подвижным объектам. Главная особенность, что Сириус восходит на Западе тогда, когда начинается разлив. Как только Сириус зашел, жди разлива реки. Есть документ, который указывал, что уже в 27-го, по крайней мере, или даже в 28-го веке до нашей эры, то есть во времена Древнего царства, в самом начале, еще при формовании Джосефа, египтяне были наблюдением за Сириусом. То есть с этой самой целью. Это очень точные календарные данные, поскольку Сириус, как бы понимать его, с каждой день Сириуса не зависит от Солнца. Поэтому египетский календарь, вот этот вот астрономический египетский календарь, всегда был точным, в отличие от хозяйства. Централизация Египта в области знаний также важна, как централизация в области строительства, создания всего вот этого действия. Отсюда надо иметь в виду сразу, что часть чиновников занималась исключительно этим. Теперь несколько слов о том, что такое песцы. Зачем это надо? Песцы ведут учет в пользу центральной власти. Потому что существует, понятно, есть местные особенности. Страна большая, я думаю, это понятно. Страна большая, с коммуникациями, в общем, так себе. Есть Нил, по которому плавают лодки туда и назад. Но, во-первых, скорость невелика. Во-вторых, все равно есть сложности перед движением. Не вся кардония доходила до конечной точки. Это надо себе представлять. То есть, в безопасности. Там не особо высокое при передвижении на реке. Учитывая, что там есть много разных «но», связанных в обществе и с действиями животного мира на реке. То есть, прежде всего, бегемотов даже не как отзывали. Довольно агрессивный в Египте по описаниям. Понятное дело, известно, что охота на бегемоты была в царском занятии. То есть, было такое специальное царское занятие, которое связано было с царским воспитанием. И не просто было сделать. Охотились ли реки? Ну, не только бегемоты, понятное дело. Много всякого разного есть. Особенностей. В том числе, конструкционных. Ну, в общем, несмотря на это, мы, конечно, плавали по Нилу китистой коммуникации. Но, помимо этого, нужно было создать систему, которая работала бы автономно, одинаково по всей стране. То есть, реагировала бы на календарные события, независимо от того, есть команда из центра или нет. Я вам скажу по секрету, что сегодня для нас эта ситуация практически не достижима. Представьте себе, что включилась связь. Чтобы вы поняли, что централизация Египта, насколько это сильно развитая штука. Отключилась связь вся. Кроме живой. Ну, то есть, можно связаться между собой только послав Гонца. С помощью там записки, например. И территория, ну, даже если это Белоруссия, которая ясно меньше будет по протяженности. Сегодня при всех наших возможностях. Даже учитывая, что транспортные средства работают. Какова будет управляемость территории? Конечно. Представьте себе. Учитывая некоторые особенности сегодняшнего белорусского государства, есть сомнения на предмет того, что некоторая работа вообще на них вестись. Без разрешения. Пока она не будет получена. В силу разных обстоятельств. Так вот, в Египте изначально условия, их не было систем связи. Никаких. При этом централизация была такая, что работали. Они начинали работу без команды. Одинаково и однотипно. А сидели песцы и записывали, как это все делается. Когда-то начали сельхозяйственные работы, когда посели, когда сжали. Сколько, чего и как. Вместо чиновники себе, песцы себе подчиняются центральному аппарату. То, что, вроде-ка, имеет это государственного контроля. Тотального египетского. Кроме того, есть храмовые песцы, которые имели свой собственный храм и учили. То есть, вот такая вот система централизованной централизации, которая была, и являлась вот этим порождением особенностей египетского хозяйственного года. И что касается вот этих работ. С одной стороны, конечно, греки приезжали в Египет и видели, что такое египетские работы, когда вся страна практически подлежит мобилизации. Приходит очередной египетский офицер или государственный чиновник с определенным свитком, например, начинает зачитывать, сколько человек поселения на какие работы должно отправить вместе с ним. И египтяне, грубо говоря, вся деревня выстраивается. Это утрировано, конечно, это выстраивается. Встраивается вся деревня, от малого до велика. А выглашается список, и тут же нужное количество людей отправляется с каждым чиновником, у которого пришло проводить работу. Представьте себе теперь, куда попадает грек. Протом, это уже совсем не та степень централизации. Новое царство, вернее, позднее царство, это уже развал. Это уже совсем не так. И тем не менее, когда они туда попали, когда они увидели это, они сначала решили, что там сплошные рабы. То есть все население – это рабы. То есть они вообще непонятно, что сколько в Египте жителей, потому что почти все это рабы. Потом наблюдали они за этими работами, которые берутся, представьте себе, что надо за шесть месяцев. Они снимали от двух до трех урожая. Минимум два урожая, максимум три. Урожая не сумасшедшая. Как греки писали, сам стоп. На каждое поселение зерно сто зерен поврастает. И при том, что они работают совсем не целый год. И при этом, кроме того, существует трудовая мобилизация, которая привлекает отдельных людей к постоянному работу, а отдельные работают только в несостоязательный период. То есть во время марки и сезона, во время развива. На строительстве, скажем, храмов или этих самых сооружений, там, дам, и прочих разных защитных и вероятных систем. Вот после того, как они это видят, то есть люди, которые к этому не привыкли, поставьте себя вот на место наблюдателя, и пойдете в такую страну, в которой вот такое происходит. Понятное дело, что много лет считалось, что египетские работы велись рабами. Потом, конечно, когда историки стали разбираться эти надписи, и теперь вопрос возник, откуда столько работы? И как это вообще могло работать? То есть кто же там работал тогда в остальное время? Казалось, что над этим ни при чем. В России в Египте их было немало, но никогда решающего значения они не имели. И выполняли только вспомогательные работы. Всякие там камни носили, там, мусор собирали, врачки всякие разные, там, какие-то ремонтные работы самые простые выполняли. Домашним хозяйством некоторые занимались в качестве прислуги домашней работы, но основные, если хозяйственные работы и строительные работы выполнялись в местном расселе. Причем вот зачастую чиновник вот посмотрел, и пришла, значит, вот там, сообщили ему, что наступил такой-то день. То есть он не обязан был сам следить за кредитарем, он сообщает, там, местный жрец, например, или местный чиновник, что наступил такой-то день. Он четко знает, что в этот день он должен пойти в такую-то деревню и собрать там 20 человек и отправить туда-то. Все, ему больше ничего не надо. Ему не надо ждать команды. Он знает, что это надо сделать. Если этого не сделать, потом данную вовремя не соорудишь и все затопит. Все просто. Конечно, людям, наверное, надо себе представлять, что сказать, что они там были счастливы, но услышали. Понятно, что их никто не спрашивает. Разумеется. Не спрашивает. Но альтернатива уж больно висет. Понятно, что жертвы были немаленькие, хотя смертность в Египте, вообще, надо сказать, не была такого же сногсшибательного. То есть у них продолжительность жизни была совсем не ниже, чем у всех остальных. И тем более совсем не ниже, чем в этом ухообществе. И не только потому, что там была выдающаяся медицина, о чем потом. То есть поговорим попозже. А пока мы примем сведения, что ситуация выглядит таким образом, что египетское государство, оно органически связано с египетскими населениями. На этой территории по-другому жить нельзя. Если бы те, кто уходился на территорию, могли жить иначе. Вот есть классический пример еще достижения этих самых царей. Что много лет в связи с библейскими сведениями считалось, что египетские использовались на каких-то там особенных тяжелых работах и были чуть ли не самыми главными создателями египетских богатств военного царства. Но вы должны бы сказать, слышали, что Утмос III дошел до Ефрата. Еще до него, куда дошел Утмос I, но, правда, по ходу Утмоса I в Ефрат, был сокружен с определенным трудом, то есть последствия были сложные, потому что когда египтяне увидели, что Нир течет, вернее, Ефрат течет не туда, куда нет, но наоборот, они приняли решение, что они попали в тот свет. Где-то перешли границу и все, оказались мертвыми. Армия началась, допустим, и написано, это написано в египетских документах, что началось тихое сумасшествие. Люди решили, что они уже умерли, но не заметили как. Потому что все перевернулись. Раз мы не ходим вверх ногами, обычно, значит, это иной мир. Река не дать за счет. И Турмас вынужден был отвести роль. Считалось, что фараон, это такой компромисс между богами. То есть они поставили человека для того, чтобы сбалансировать собственную влияние. То есть он выступал в качестве посредника. Божественные силы проявляют себя по-разному. И чтобы, так сказать, это был хоть переходник такой, адаптер. Они выступили уполномоченного человека. Это прямое действие. Вот этот полномоченный человек с одной стороны перед ним отвечает за всю страну, с другой стороны является воплощением их собственных действий. Поэтому, конечно, то есть власть его велика очень велика. То есть он божественный, какой угодный, после смерти рады богам. Он вообще мог делать что угодно и смотреть на него нельзя. Это еще одна сложность. Почему нельзя? Потому что считалось, что у фараона взгляд может убивать. Отсюда этот улей, ну, кобра сверху. Это вот символ того, что, как змея гипотезирует. Знаете, кобра встает, то есть вот так вот становится. И некоторые животные попадают в такое странное состояние. Выслушайте меня в бандерлогии. Помните, я надеюсь. Вот это тоже самое представление. И опять вопрос, знали ли они, а что проверять надо, а если убьет? Поэтому особенных желающих проверять, а что будет, если смотреть на фараона, так сказать, не отворачивать, не будет. Это прямое действие. Это не их. Ну, если вот и здесь надо четко понимать, что там много таких разных символов власти есть. А вот этот волшебный цвет, когда он начинает жаду. Опять такое же самое кричиное. Что надо четко показать, что мы убуждаемся в этом дать. То есть Асимису дать понять, что людям нужно точно делать. То есть, что люди знают правила. Их понимают и убуждаются в этих правилах. Потому что боги понятны. Они были до такого и будут после. И люди им, в принципе, до лампочки. То есть, они отлично обойдутся без людей. Они очень умеют это делать. Умели раньше, а сумеют потом. Надо, чтобы люди не попали. То есть, я существую, чтобы они попали под разлом ответные действия, которые могли бы привести их к тому, чтобы они мешали лишним времен. То есть, вот они их создали, а они мешали. Не понимали, как надо себя вести и все, их надо убрать. Ну, как, собственно говоря, считалось, многих выбрали все равно. То есть, когда они меняли все что угодно. Были представления, что были там разные мифические существа, которые, по-моему, вместо них приводились. Там горы появились, там еще что-нибудь. Там моды. Разные различные. Боги есть боги. Не хотелось. Понятное дело. Поэтому с фараоном всегда было трудно видеть. С одной стороны, вроде, у него была колоссальная власть. С другой стороны, если он чего-то не может из того, что должен быть, с точки зрения этих самых полномочий, это уже страшно. Так вот тут, но второй, он был такой способный человек, что он не мог ездить на колесницы. Что-то в организме у него было не так. В принципе, хотя должен был обучаться с детства, его обучали с детства ездить, он так или снова. И он один раз сходил в арендный поход, приехал, потом долгое время у него встал. Потому что у него болели кости. Ну, чтобы уж совсем было понятно. Египетская колесница нового царства. Кстати, колесо появилось только в новом царстве. На всякий случай, может еще представить. До того не ездили. Так вот колесница. Смотрите, что такое. Два колеса. Легкая, 300-килограммовая, вообще говоря. То есть, 70-40 килограммов египетская колесница сама по себе запрягается двумя лошадьми. Царство. Двумя. Может быть возниться, может и не быть. И хоть как царь захочет, но теоретически два человека отправляют. Но, может, и один. Два колеса. Две лошади. Сорок килограммов полос, который человек, плюс два. Сорок килограммов. Дороги, как вы понимаете, не бетонные. И не лазерные полировали. Там всякое бывает. Конечно, это пустыня, но тем не менее. Камешки встречаются и у всякие разные ямки и прочие разности приятные. Это во-первых. А во-вторых, ресоров нет. Ось жесткая. А фараон воевал исключительно в каёсном положении. То есть, ну, когда появились песницы в новом царстве. Поэтому сей фараон Туннов II знает, что будет. Он просто проехать не мог долго. Ну, вот, здоровье не позволяло человеку. Поэтому за него он то посылал начальников, то там еще что-то делал. По-моему, это уже долго нужно рассказывать, что такое Туннов II, хотя правил он мало. Поэтому при нем, конечно, войска и Ефрат не хотели. Потом правил Хатшипсут. Ну, дама была интересная сама по себе. Она как раз, ну, на колеснице единственная царица, которой точно известно, что могла управлять голову колесницей. Ну, правда, она еще и женщина царь была. Поэтому единственная женщина в истории Египта, которая носила двойной титул. Дочь Омона и сын Ра одновременно. Так она и писала еще. Вот. Она умела. И она водила военный поход. Один раз присвоила ручу Туннов II, который являлся ей братом по отцу. А второй раз и сама ходила в поход, но далеко не ходила и старалась, в общем, военной компанией не заниматься. Хотя это было трудновато. Так вот, в следующий раз они ходили аж при Кутмосе третью. И тоже в Ефрат. Так что фараоны должны воевать. И умели воевать. И главной обязанностью было обучение фараонам военного дела. Это правило обязательно. Для этого существовала Мафинская военная академия. Вот где учились все наследники престола. Но были и другие примеры, когда царская колесница использовалась иначе. Например, фараон Эминхотеп IV еще до того, как он стал Ахматоном. После того, как отец объявил его при жизни соправителя в адской в Египте практике, решил выехать самостоятельно в город и посмотреть, как его любит народ. Представьте себе, что полетает из ворота во царская колесница сам по себе без охраны. И несется по улицу в город. Смотри, как народно это среагирует. Вновь из бурныца. Ну, надо ли говорить, что неприятности, судя по источникам сложности, ведь лица в голову не маленькая. То есть это же фараон, это же не шутки. Смотреть нельзя, поубивая. Что делать? А он вдруг появился. А он решил, что поскольку там все попадали вокруг, то сразу падает. Лицом к земле. Решил, что народ его сильно любит и остался довольным. Но вообще говоря, конечно, создал проблему. Чтобы по всему потом убивать, нотацию прочитал. Потому что есть указание, что за лица Киева надо думать. Ну, удивительно. То есть это другой случай. Кстати сказать, этот фараон тоже не уехал в этой жизни. У него армия была занята тем, чтобы воевал собственным народом. Но там причина другая. Вот. Это единственный фараон Нового Царства, который даже не помышлял в ходах куда-то, потому что армией было не в ТО. Есть многочисленные свидетельства о том, что египетская армия успешно действует на своей территории против собственного населения. Этот фараон проводил неброзную реформу в Египте. Которая известна как реформа Эгнатуна. Ну, то есть, не знаю, как там насчет энзологической составляющей, но вооруженные люди, то есть египетская армия вылетела достаточно медицине для населения. В общем, не соглашались только мертвые. Все остальные соглашались. То есть был выбор. Убедительная религиозная пропаганда. Даже чересчур, я бы сказал. Сто процентная убеждаемость. Живых не принявших веру не осталось ваучшить, судя по всему. Ну, зато потерял владение в Восточном Средиземном мире. Так что здесь надо иметь в виду, что там существовало четкое представление. Во-первых, о том, что Боги есть Боги. Это во всей верности было одинаково. Грикий потом попробует сделать иначе, но все равно у них будет четкое представление о том, что если Боги чего-то хотят, все равно они сделают. Что бы люди ни делали, ничего не получится, все равно они сделают так, как они хотят. Сопротивляться бесполезно будет, только хуже. Ну, чтобы вы поняли. Гречен в Гриции существовало четкое представление о том, что если некто решил уступить против Богов, то он герой. Сразу автоматически. Герои бывают только те, которые уступают против Богов. Иначе их герои на Гриции не считают. Но дело в том, что если он это делает, то должна следовать иступительная жертва. Разумеется, человеческая. Правда, понятное дело, это так не выглядит. То есть это уж прямо не написано. Но пока кто-нибудь не умрет, своей цели, вместо этого героя, разумеется, желательно из его родственников, своей цели он не достигнет. Для тех, кто не понял, объясняю, пока мать Одиссея не утонула, Одиссея вернулся к себе. И не мог вернуться. Потом, когда он узнал, что она в Аиде, у него поймал, правда, были и другие причины еще, как вы помните, ни один посильник был им недоволен. Но тем не менее. То есть даже у грехов, хотя считается, что у них в этом отношении, либо с лагами отношения были, так сказать, наиболее мягкие. На Древнем Востоке такого не было. Там экспериментировали, желающих не было вообще. То есть по необходимости. Потому что и более теми занимались и египетские цели. Эксперимент, именно предмет того, чтобы сделать что-то не сделать, и посмотреть, что будет, ответственность от чьей имени. И разлив мило это смерть всей страны. Если начинался, то есть если разлив был недостаточен, а Египте начинался не было. Теперь смотрим. Слышали. Три четверти урожая собирали чиновники. Что из этого следует? Из этого следует, что четверть урожая была достаточной. Была достаточной для того, чтобы прокормить себя, и собственную семью, и еще создать запасы. Это к вопросу египетской урожайности. Три четверти уходило в государственное хранилище. Когда год был урожайным, население кормили с государственными пределами. Из них же кормили их, когда велись строительные и все остальные работы царские. Вот мобилизованы кормили. Вот это вот особенности Египта. И при этом рацион египетского раба в новом царстве был богаче, чем рацион знатного иудея в повестении того же времени. Исходное положение Египта. Так вопрос вот был централизации. Результаты были для них очевидными. Польза от этой централизации была бесспорной. Ее никто даже обсуждал. Вопрос только в том, что, конечно, человеку в этой ситуации было же трудновато. И с демократией у них было явно не все в порядке. Я даже не искал, скажу, с правыми человеками очень. То есть, как это сказать, проблем прав человека никто не обсуждал, они просто не знали, что это такое. Вопрос в том, что тут или-или. То есть, представления были очень проблемными. Или мы действуем так, получается. То есть, так вот установлены. Или нет вариантов вообще. Будет ответ. Причем не от государства. Конечно, были фараоны, которые чудили типа Эфнодона. Ну, этого реформатора. Ясное дело. И тогда Египте, оно доставалось. Но, собственно говоря, когда им доставалось, им доставалось не только Эфнодона, а от того, что хозяйство приходило на упадок. То есть, действия были прямо связаны. Я нечего ты себе представляешь. Такие действия фараона – это бедствия для страны. Чем более дурной и грубо говоря, фараон на ходу, тем хуже всей стране не потому, что он самодушный, а потому, что есть последствия, в том числе, хозяйственного характера. Страна начинает жить хуже. То есть, просто так вот. Египтяне, у них не было таких привычек, чтобы взять, например, устроить загородку. Царя даже не дурак. Потому, что царь, он не поставлен в него. Это, кстати сказать, не для всех стран Древнего Востока характерно. Здесь все очень четко. Представление о том, что царь уполноношен богами, кстати сказать, имеет связь. То есть, обязательно должен быть по крови связан с тем, кого назначили люди сами непосредственно в первый раз. Вот эта самая медность, как вы видите, означает великий корень. То есть, все фараоны там, неважно как, должны происходить по крови, быть связаны с этим самым началом. Поэтому, самозванцы, можно, конечно, попробовать. И были попытки, но их очень мало. И заканчиваются они плохо. И считают, что это ненормальная ситуация. То есть, это аномалия. Это же касается и правления женщин в Египте. Здесь, так сказать, должен я вам сказать, чтобы вы уже у себя хорошо представляли, о чем я говорю. Власть царская считала, что она установлена богами и идет от вот этого единого корня. И все они должны быть ему родственниками, все последующие породные обязации должны быть как можно ближе по крови к предыдущему. Из этого, кстати сказать, есть одно следствие. Это браки внутри плана. Или внутри семьи, правильно я даже сказал. Наилучше, с точки зрения египетского последственного права, была ситуация, когда сын фараона не великой царской жены, семечца Ниццы, женился на своей родной сестре не только по отцу, но и по матике. Сохранялась кроме родства по женской линии тогда и по мужской, с предыдущей царской властью. Женщина и мужчина составляли два компонента царской власти в царском роде. Одна половина шла по женской линии, вторая по женской линии. Они не одинаковые, передаются разные вещи, но обязательное требование. Это родство, хотя бы по одной линии, но лучше по двум. Чем ближе, тем лучше, тем тише, тем ближе к тому, кто был перед этим царем. Это сложная ситуация. И, конечно, как вы понимаете, в результате царские династии были гражденцами. Я думаю, что не надо бы большого отношения понять почему. Думаю, что учили в законе медиа, уже слыхали про такие с этими, или с этими миенами и прочими. Но тут еще и другое. Наследственные болезни накапливаются. Поэтому редкая династия в Египте, правило, больше стали. Бывали, конечно, исключения, но за счет того, что их совсем царская жена была совсем откуда-нибудь из ниоткуда, ну, например, там, иностранка. Такое бывало. Но это, как правило, не очень поощрялось, при условии только, что глянтов нет. Ну, бывает такое, как вы понимаете, ну, нет, ну, фараон от очередей, ну, что ты сделаешь, ну, нет, ну, у него там и 500 жены, и 600. Ну, нет, и все. Всякое бывает, вы же понимаете, особенно если ты вражденец. То есть ко всем остальным компонентам добавляется еще и вражденчество. То же самое касается всех остальных, поэтому и того, и того, и того, и факт, и факт. Но в этом смысле с ускорбаться неплохо, потому что бесполезно. Приписать себе возники фараона просто так. С потолка это всех богов убедить надо, что это так. Это как сделать, если они сами это решают? Поэтому главное, что мы должны себе представлять, что вот эти отношения, это не было результатом какого-то насилия искусственного, созданного правящего класса, каким-то образом призахватившего власть ими группировавших. Это представление о том, что это каждый занимается своим делом. То есть вот есть фараон, он назначен править. Есть человек, который назначен землю не платить. Есть писец, который должен писать. То есть учили там, родился, как раз, он должен учиться, стать писцом. Песцы нужны. Песцов тоже люди принимали, как и жрецов и всех остальных. Четкое представление о том, что есть. Да, есть социальные люди. Я уже не знаю, знаете, вы что такое. Это теперь, по-моему, в программе «Опять обновления». Вот. То есть есть возможность роста из любого социального положения, например, рабов, а не не людей. Здесь надо иметь в виду, что рабы и дети – это не люди. Это еще одно жрецовидорное представление. То есть биологически они и люди нет. Социально – нет. Они как животные или, скажем, плуг там, батыка. То же самое. Никто. Люди, не тратившие человеческий статус. Они, конечно, никогда не денутся. Но если только кто-то злу отпустил куда-то. Бывает. То есть существует теоретически другая возможность. Если их социализуют до Запада. Ну, например, у Санэга. И примером тому является… Начнем с них. Значит, вот пример библейский. Египетский Иосиф. Ну, это один из детей. Раэля, как вы помните, который попал в качестве раба в Египет, раньше, чем все остальные. Потом он пригласил Иосифа и Сирию, они попали в Египет. И там что-то пока не случился исход. Так вот, он, будучи рабом, в конце жизни оказался египетским чатером. Ну, правда, до этого он был усыновлен фараоном, и женился от его дочери. Вот его чатер – это визит Мусевич. Заслужился доверие Египта даже на ключе рабом. Ну, правда, он изменил статус и перестал быть рабом. А так, в принципе, любой человек в Египте при выполнении своих обязанностей мог достичь любой должности. То есть он мог, если у него были средства, он мог учиться, были школы, мог исполнять другие обязанности, мог оказаться в армии и служить там, сделать военную карьеру. это все было. Но при всем при этом, надо сказать, что здесь совершенно это никак не связано было с изменением его, так сказать, правового статуса. да, он мог переходить в другую категорию, там, социальную, еще какую-то, но по отношению к государственной власти ничего не было. Власть фараона вообще ничем не ограничилась, и дальше чиновники, в общем, тоже по нарученным царям могли делать что-то, а цель не скипать. Это же касалось и местных чиновников. Поэтому, каждый был на свою работу. Не знаю, что там не было коррупции, что там общество было идеально, но еще раз, понятное дело вам скажу, что, конечно, египетские судейцы было тяжело. Но, учитывая климатические особенности, ему и так тяжело. Даже без государства. Пожалуй, с таким государством, при всем при этом, оказалось несколько легче, чем всем остальным, которые умирали от голода. Скажем, вот те египетских, в этих окружающих оазицах, которые были ливийские кочевики. Они периодически набегали на египтян, то есть там, по разным причинам, иногда с ними торговали, иногда совершали добеги, когда есть было нечего. Но они все время стояли на грани голода. И египет на грани голода не стоял. Другой вопрос, что понятно, но сказать о том, что ливийские кочевики были там, особо свободными людьми, тоже не скажешь, потому что они, в общем, были тесно привязаны к своим жестким пробованным условиям и непостоятным воинам за ази, между собой. Иногда с египтянами, когда египетские цари решали их поставить на место, да, по этим условиям, так сказать, голода не украдали Египту. Причем жрели. Так что, конечно, царская власть Египетии была сильной, государственная власть тоже очень сильной, и правовой статус населения был никакой, можно сказать. Но это вот и особенности египетского государства. Такой централизации больше нигде нет. Попытка будет создать подобное государство в Китае. В самом конце, да, то есть самая восточная странность. Разбираем. Будет попытка подобного действия, но будет по-китайским правилам. Построено иначе. Шланг состоится фактом. Египет не является простого показателя общества. Этой самой диктаторского, не годится. Не годится, потому что здесь есть, как теперь мы сказали, национальная идея, которая очень-очень национального происхождения. вынужденная мера. То есть на тот момент, имея те условия жизни, возможности технические, которые были, фактически, видимо, решение было оптимальным. Учитывая, что в истории нет сослагательного уклонения, нельзя сказать, что было бы, если бы. Известно только, что попытки фараонов вести себя иначе, по-разному причинам. Сделать людей, что ли, более счастливыми, в том числе их натур, обычно заканчивалось силовыми методами уничтожения собственного населения. То есть становилось только хуже. Из-за того не следует, что строительство пирамид – это самое высшее достижение египетской демократии. Не следует, что это наилучший способ развития человеческого потенциала каждого отдельного человека. А если еще имеется в виду, что не обязательно, что в пирамидах были цела, что там вообще кого-то хоронили, в том числе и больших, то мы придем к странному выводу, о том, зачем это надо было делать. Но для нас странно. Тем не менее, это так выглядит. Мы будем разбирать и другие государственные образования, посмотреть, есть разница. И больше такого вот централизованного государства египетского типа не будет. Считается, что строительство пирамид подорвало общество Египта. Но это не доказует положение, поскольку явно имело место изменения климата. то есть цикличные климатические поэтому сказать что-то, чего нельзя. Ну и последнее, что вы должны понять, то есть мы еще пару минут поговорим, что самое большое осуществление Египтом это вовсе не пирамида Хеопса, а лабиринт. По размерам он был значительно больше. Греки писали, что это осмотрели разваление, что по своим размерам он был больше, чем все пирамиды, даже взятые вместе со всем построенным греками. Большой, но только к моменту существователь приезда туда греков, то есть уже к V веку при Геродосе он уже был разрушен, оставался только фундаментом. Строился он у нас среднего царства.